Каким образом, без индукции, каким образом, без формулы Бинет, без явной формулы Фибоначчи, каким образом доказать вот эту формулу? Ответ. Нужно понять другое определение чисел Фибоначчи. Дело в том, что у нас был определитель, как бы, каждую следующую сумму двух предыдущих, первая, двадцатая и двадцатая. А вот давайте рассмотрим комбинаторное определение. Если у нас есть полоска из N клеток, ну, например, вот это вот девять клеток, рассмотрим, пути начинаются на крайней левой клетке, заканчиваются в крайней правой клетке. И каждый раз сдвигаемся на единицу или на два. Смотрите. Вот один из этих путей. Вот рука. Ну и так далее. Давайте посчитаем, сколько таких путей. Очевидно, что если клетка одна, то путь один. Если клеток две, то то же самое, путь один, потому что ничего не делаешь, а как ты делаешь шаг. А вот если клеток три, то уже две картинки. Мы делаем вот такой путь, а другой вот так. То есть два варианта. Теперь смотрите. Если у нас четыре клетки подряд, очень легко. Либо мы идем сюда, либо мы идем вот сюда. Смотрите. Если мы идем сюда, то дальше вариант единственный. Точнее так, вариантов столько же, сколько для двух клеток. Если мы идем сюда, то вариантов два. Вы помните. Либо так, либо так. То есть здесь два варианта. Здесь один в сумме всего три. И общая ситуация совершенно очевидная. Ребята, если у нас есть полоска, в которой n плюс две клетки, то смотрите, что происходит. Мы либо с крайней левой клетки делаем один шаг, и вот таких путей существует ровно фи n плюс первая штука. Потому что для предыдущих чисел считаем, что мы уже знаем, что число Фибоначчи. Либо у нас есть та же самая полоска, и мы делаем прыжок на две клетки. И в таком случае осталось n клеток, и таких будет фи n. А таким образом вот эта вот наша формула выражает очень простую мысль. Когда есть полоска из n плюс двух клеток, то мы либо делаем шаг длины один, либо прыжок длины два. Вот регулярная формула. Значит, я только что в предыдущих доказал, что число Фибоначчи – это точность и количество, начав с первой клетки и закончив в n, каждый раз двигаясь вправо на единицу или на двойку, и пройти полоску из n клеток. Теперь смотрим сюда. Наверное, уже все все поняли. Я должен нарисовать полоску из m плюс n клеток. Пожалуйста, смотрите, какие числа меня интересуют. Меня интересуют фи m, фи n плюс первое, n и m минус первое. Это значит, что я, конечно же, должен посмотреть, где в этой полоске, смотрите, вот это первые n клетки, а вот это последние m клетки. И теперь смотрим, что такое фи n плюс первое. Что такое фи n и так далее. Смотрите, что такое фи n плюс первое. Это количество способов. начав вот в этой клетке, каким-то образом закончить движение здесь. Правда, что это по определению фи n плюс первое. Так? Да. Замечательно. А что такое фи m? Это движение клеток. Это количество способов. Начав движение здесь, закончить движение в m клетке. Ребята, вот, если я эту клетку обозначу, например, буквой k, то я знаю смысл вот этого произведения. фи n плюс первое умножить на фи m. Это количество способов пройти, побывав на клетке k. Все понимают? Потому что если я начал движение в крайне левый и попал в n плюс первое, делается фи n плюс первое способ. Если я из этой клетки дошел до последней, то здесь с точностью у меня m клетки. Значит, это фи n на искусство. Отлично. Но кроме способов, когда мы ходили на эту клетку, когда мы на нее наступали, есть еще способы, когда мы на нее не наступали. Замечательно. А как можно пройти, если вы наступаете? Надо перепрыгнуть. При этом вы обязаны прыгать с предыдущей клетки на следующую. Согласны? Потому что у нас прыжок длины 2. Если мы на какую-то клетку не наступили, то, значит, мы ее должны перепрыгнуть. Отлично. Сколько таких способов? Понятно, сколько. Для этого мы должны отсюда пройти сюда. Это делается в точности фи n способом. И мы должны отсюда пройти на крайнюю, вот эту последнюю. Это делается фи m минус первое способом. Значит, когда мы умножаем фи n на фи m минус первое, это без захода на клетку. Вот и все. Мы поняли именно тожный смысл. Что это на тожный смысл? Если у нас есть любой путь, то есть конкретная n плюс первая клетка, мы на нее либо наступим, либо мы ее перепрыгнем. Когда наступим, количество способов вот такое, когда перепрыгнем, количество способов вот такое.